все ладно я не буду больше никаких попыток делать все ну вот как будет так и будет значит она так и должно быть правильно правильно я считаю привет меня все по-прежнему зовут алина если мы с вами не знакомы то приятно познакомиться если мы с вами знакомы то как у вас дела я постаралась чтобы этот видеоролик был максимально умиротворенным даже можно посмотреть на мой задний фон окс он кстати немножечко изменился это факт но об этом будет в другом видеоролике который выйдет ровно через неделю следующую среду которая будет этот видеоролик выходит задержкой так как я не под рассчитала кое-что ну по названию вы уже знаете что я делал в этом видеоролике я не подрассчитала сколько часов дней точнее будет высыхать этот горшок я уже его и делала и там где-то эта манюнечка красотулечка у меня на фоне красуется теперь получился сисястый горшочек из пинтереста если вам интересно посмотреть что у меня получилось интересно посмотреть на создание этого горшочка то прошу поехали смотреть изначально мне не было никакой концепции чтобы я бы хотела бы видеть на этом горшке сколько бы я сейчас сказала вы можете написать в комментариях и правильный ответ я лайкну я увидела в инстаграме магазинчик горшков для цветов ну и вообще наверное его можно использовать помимо цветов как в декоре я решила почему бы мне не взять оттуда в идею так что да вот этот тот самый горшочек который я бы хотела повторить я бы повторила разница заключается только в толщине мне не хватило уж столько глины чтобы сделать настолько толстый горшок этот видеоролик отличается от остальных потому что в этом видеоролике я не создавала эскиза чего бы я хотела я просто увидела в интернете такая это мне надо потратила на этот горшочек я две пачки глины о самом процессе лепки я ничего не могу сказать интересный момент том что я хотела сделать идеально округлую форму и для этого я взяла банку из-под какао обмотала ее пленкой чтобы уж никак эта глина не могла навредить самой банки и содержимое в этой банке то есть какао потому что насколько вы знаете и я вам часто говорила что эту пень нельзя использовать в еде после того как я обмотала всю свою банку из-под какао глиной я ее поставила на сушку сушилась она у меня очень долго кто бы знал что вот наверное один сантиметр толщины глины так долго сохнет он у меня со она у меня сохло два дня вы себя представляете целых два дня высыхал этот горшочек из-за этого видео так затянулась на один день интересный момент с которым я не могу никак разобраться почему так происходит если тут есть знающие люди которые лепят из глины занимаются глиняными изделиями профессионально не из полимерной а из вот такой блины напишите пожалуйста в комментариях потому что у меня возникает пару вопросов к этой кахеноровской глины почему она трескается при засыхании я не могу этого понять до сих пор я когда поставила ее сушиться все было окей но когда она уже подсыхает она уже начинает быть вся в трещинах и в итоге когда я доставала этот горшочек глина просто-напросто уже начала разваливаться она начала трещать мне даже образовались дырки между стенкой и дном но как сказала моя мама то что эти дырки в горшке вообще должны быть чтобы вода просачивалась в тару которая под горшочком затем самое грязное дело и самое пыльное это шлифовка у меня вся комната была в этой пылье от глины и также весь мой рабочий стол весь и шлифовала я на самом деле долго где где-то час я ее шлифовала я шлифовала ее пилками чтобы придать ей больше ровности я шлифовала мелко зернистой наждачкой чтобы сделать гладенько ее я взяла потом третью пилку для педикюра самую жесткую чтобы быстрее все сгладить неровности но это было очень долгое дело мои руки уже отпадали просто мне нравится этот процесс шлифовки но единственный его минус тем что он пыльный он грязный его прям очень много потом кстати я остановила этот видеоролик специально чтобы вы сейчас взяли и подписались на мой инстаграм тик ток и телеграм-канал ссылка на телеграм-канал в описании телеграм-канале вы знаете намного больше о моей личной жизни вы знаете спойлеры на следующие видеоролики а также вы можете принимать участие в моих видеороликов как раз сейчас там идет участие так что успей поучаствовать попадем мой видеоролик после шлифовки наконец-то начала покрывать горшочек крылом и я его покрывала наверно раза два или три так точно потому что очень интересные моменты такие проскакивали вот к примеру что у меня есть глиняное изделие и на прошлых моих тарелочках глиняных кстати вот это видеоролик если кто-то там не видел на прошлых длинных тарелочках такое же было что акрил как какой-то пластик что-то такое отходит просто от тарелок с лагами ну и вот у меня два раза вот так вот акрил отставал и потом я приняла решение что я полностью вымы этот акрил из глиняной тары затем я приняла решение покрыть акриловым лаком тару а уже потом покрывать акриловыми красками и вот я лаком покрыла дождалась полного его высыхания и затем начала покрывать акриловыми красками все равно не получилось и краски все равно как-то отлипали от глины я не могла понять какой же цепки не хватает между глиной и красками я до сих пор не понимаю пытаясь в этом разобраться так что если тут есть также знающие люди в глине то напишите мне пожалуйста возможно какой-то типа праймер нужно наносить чтобы было сцеп и когда наконец-то мне все получилось вот вроде бы не отлипала я думала изначально что краски отлипают из-за того что резкий перепад температуры потому что я подсушивала феном но я не знаю во второй раз когда я покрывала акрилом белым то все равно появлялись такие волдыри от краски все равно краска отлипала ну и вот в который раз я покрываю белым акрилом все я замечаю что эти все сисечки я рисую вверх тормашками я такая елки-палки ну и давай же опять все заново акрилом замазывать и рисовать сисечки нормально кстати и вот когда все у меня высохло я покрыла его акриловым лаком покрыла я акрилом как и внутри так и снаружи в два слоя покрывала важно чтоб на всякий случай так скажем и вот самое интересное пересадка цветка это был мой первый опыт наверное и последний после того как это этот видеоролик посмотрит моя мама и увидит что с цветком произошло почему он шатается горшки меня мама в общем меня мама убьют и когда увидишь что произошло с цветком я надеюсь он приживется я с цветком когда пересаживала я с ним разговаривала я первый раз цветок пересаживала ты бы первым скажем на теле я испытала все ошибки ну вот видишь как ты вот красиво вписался в эту композицию хотя бы кто спрашивал твоего цветочное мнение вот видишь хорошо сейчас мы тебя еще умолим приведем горшок в порядок и все и будет жить свистеть пахнет и вот я наконец-то пересадила растения кстати если у меня спросите зачем я на на низ горшка положила пенопласт я не знаю мне так мама сказала положено низ горшка пенопласт вместо камней и такая поэтому я надеюсь этот цветок приживется в новом горшке и ему там понравится он скажет вау в твоей комнате очень круто я буду тут жить и буду жить в этом сестястом горшочки все я получается пересадила всю грязюку с балкона убрала все вымыла и потом я еще сверху вымыла горшок но интересный факт когда я мыла горшок весь акриловый лак тоже смывался поэтому я сверху покрыла еще раз когда уже цветок был горшке так сверху немножечко паялозила акрил но это я вам не вставлю потому что там особо нечего было показывать ну в принципе вот это ты все что у меня получилось вот такой вот цветочек у меня красивенький я надеюсь вам очень понравился мой конечный результат так что все ребята спасибо вам огромное за просмотр хочу вам сказать огромное спасибо нас практически 300 подписчиков сейчас на канале 200 98 я надеюсь до момента опубликования этого видеоролика наступно уже 300 подписчиков это так круто что я уже второй месяц на youtube у нас практически 300 подписчиков я хочу вам сказать огромное спасибо благодаря вам у меня столько мотивации столько вдохновения творить и вытворять и надеюсь вам нравятся мои видеоролики нравятся мои идеи видеороликов а также подача их спасибо огромное за просмотр а я вас всех очень сильно люблю целую обнимаю берегите себя и близких и всем пока а а а а а а а Продолжение следует...